Продолжение следует... Вы в курсе, что среди основных национальностей Сочи значились чехи, поляки и даже французы? Сегодня вместо них в десятку самых многочисленных национальностей курортов входят абхазы, осетины и белорусы. Неизменной остается первая пятерка – это русские, армяне, грузины, украинцы и адыги. Здравствуйте, я Инга Габеши и эта программа «В курсе». Здесь мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Это на Сочи действительно периодически менялся, что лишний раз доказывает. Национальный вопрос, тема для курорта всегда актуальна и требующая внимательного подхода. Об этом мы сегодня и поговорим с заместителем директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями администрации города Сочи Татьяной Катониди. Здравствуйте. У нас в городе реализуется краевая целевая программа «Региональная политика и развитие гражданского общества». Разумеется, укрепление народного единства – главная задача программы. Скажите, на что еще она направлена? Данная программа является одним из самых приоритетных направлений развития гражданского общества не только на территории края, но и, естественно, затрагивает многие аспекты и города Сочи. Первую категорию, наиболее самую крупную, которую охватывает данная программа – это в первую очередь ветеранские организации. У нас есть городской совет ветеранов, куда также по данной программе перечисляется определенная сумма субсидий на поддержание данной категории граждан – это ветераны, пенсионеры, вооруженных сил, правоохранительных органов, правоохранительной направленности, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Отечества. То есть захватывает достаточно такую знатную и важную категорию для нашего населения. Второй аспект, это тоже не менее важный, это подпрограмма гармонизации межнациональных отношений на территории Краснодарского края. В рамках этой подпрограммы субсидии выделяются на поддержание и развитие коренного малочисленного народа при черноморских адыгов-шапсугах, которые у нас проживают в местах компактного поселения, это Лазаревский внутригородской район города Сочи. Их проживают, данная краевая программа рассчитана как на жителей, шапсугов, которые проживают на территории Сочи, так и Туапсинского района. То есть общее количество шапсугов, которые, если брать с Туапсинским районом, порядка около 10 тысяч. Да. Основной задачей является, если раньше данная подпрограмма действует, как в рамках подпрограммы, действует несколько лет, сама же программа была реализована в крае в начале 2000-х годов. То есть в рамках этой подпрограммы было уже отремонтировано ряд домов культуры, была закуплена оргтехника, пошиты национальные костюмы. В настоящий момент основным приоритетом является именно изучение родного языка. Определяются общеобразовательные учебные учреждения, где составляют на приличный процент учащихся именно адыги. Закупаются определенные учебники по изучению родного языка. И также изыскиваются возможности по оплате, по преподаванию данного языка. Потому что сам язык по себе достаточно сложный и требует более пристального внимания. И для адыгов наших, которые здесь проживают, их достаточно небольшое количество. Поэтому, чтобы данный язык не стал мертвым, это наибольшее, скажем так, важное и значимое. Потому что, в принципе, с родного языка, пока язык жив, и жива культура, живы традиции, живы обычаи и жива история самого этого народа. В этом году Краевая общественная организация общества адыга-хасы при Черноморских адыгов Шапсуга выиграла грант по изучению этого родного языка. И вот уже сейчас разрабатываются программы по его преподаванию в школах. Данные вопросы сейчас рассматриваются на Комитете по образованию городского собрания Сочи. То есть адыги также выскажут свои предложения и предпочтения. Почему была выбрана именно в рамках краевой, целевой подпрограммы гармонизации межнациональных отношений, именно коренной малочисленной народа адыгов Шапсуга? Все достаточно просто, потому что в рамках действующего законодательства регион берет на себя ответственность по поддержанию именно тех малых народов, на территориях которого он проживает. На данной ситуации на территории Краснодарского края зафиксирован один коренной малочисленный народ, это предпочтение Черноморских адыгов Шапсуга. Поэтому и такое пристально внимание. Но это не говорит о том, что другие у нас национальные объединения, которые проживают на территории не только города Сочи, но и всего нашего многонационального края, многонационального региона, остаются в стороне. Что касается других общин, это, естественно, в первую очередь демонстрация национальной культуры. Уже более 10 лет проводится краевой большой фестиваль, который называется «Венок дружбы народов Краснодарского края». Куда стекают, где выступают все известные именно национальные коллективы, непрофессиональные, непрофессиональные. И показывают, и демонстрируют свою именно культуру. В рамках этого фестиваля вот со всех муниципальных образований Краснодарского края принимают участие, подают заявки. Ни одна народность, ни одна нация не забыта. То есть один, допустим, муниципалитет предоставляет адыгов и армянские коллективы, другие именно русские, третьи еврейские, четвертые там эстонские. Ну вот несколько лет подряд наш многонациональный город тоже объединял фестиваль «Этносочи». Местные надсообщины презентовали свои традиции, культуру. Ну, это была какая-то фишка, что ли, на курорте? Может, стоит возродить это мероприятие? У нас это всё и остаётся. Только ежегодно это проходит в неком ином формате. Я согласна, не с таком масштабе, но у нас уже на протяжении трёх лет данный фестиваль проходит именно в день города. В день города, то есть я согласна, без кухонь, которые давно стали излюбленными, потому что, скажем так, общепита в нашем городе достаточно. Единственный момент, который мы сейчас пытаемся презентовать, это и рассматриваем, в каком ракурсе это сделать, это именно показать национальную утварь. И пытаемся найти людей, которые могут грамотно и достаточно правильно об этой утваре рассказать. Плюс, ко всему прочему, не только рассказать различия этого всего, но и подвести общую черту о том, что вы посмотрите, в принципе, многие моменты, многие нюансы, не только в быту, но и в манере поведения, в манере общения. Они схожи между другими народами. И именно провести линию, параллель такую, наоборот, не разъединяющего фактора, да, там, кто лучше, кто краше, а наоборот, объединяющего. Вот мы сейчас над этим работаем. И будем дальше продолжать это делать. Мы надеемся, что в ближайшее время нам всё-таки отремонтируют дом культуры, который находится в микрорайоне КСМ, который будет полностью соответствовать Центру национальных культур Лазаревского района. То есть там будут представлены и музейные комнаты, там будут представлены и коллективы национальные, там планируется, что будет представлен и общий конференц-зал для заседаний Совета национальных объединений. То есть, ну... Это очень важно. Да, у нас достаточно длительный процесс по передаче этого дома культуры. Вот сейчас изыскивается финансовая возможность по его восстановлению, скажем так. И будем надеяться, что это будет такой дом позитива, дом созидания и дом консолидации именно всех народов, которые проживают у нас на территории не только города Сочи. У нас много достаточных гостей, которые приезжают. Татьяна, исходя из того, что вы сейчас рассказали, действительно, природа — это не единственное чудо Сочи. Люди — особое богатство курорта. Ко всему прочему, количество национальных общин здесь постоянно растёт. Вот на сегодняшний день сколько насчитывается национальных объединений в городе? Некоторые из них имеют стаж работы, скажем так, более 20 лет. Это шапсунги, это белорусская организация, это эстонцы, это греки, это, естественно, армянская община, это грузины, это абхазы, это славянский блок у нас. Вот этим организациям практически они были все созданы в один период, и вот насчитываются, вот они работают на протяжении 20 лет. Некоторые организации, национальные объединения были сформированы в период подготовки и проведения зимним Олимпийским игр. Это такие организации, как таджикская, узбекская, кыргызская, потому что параллельно с культурными традициями и обычаями, когда прибывают мигранты из стран ближнего зарубежья, они, естественно, сталкиваются со многими проблемами, ну и вопросами, связанные с оформлением и так далее. Да, да, интересные вопросы вы затронули. Как-то с ними контактировали вы с этими, с теми же гастарбайтерами? Естественно. У нас в период подготовки к зимним Олимпийским игр мы проехали буквально и с национальными общинами, в том числе с дагестанской, с чеченской, ингушской общиной, проинспектировали все строительные городки, которые у нас были на территории города Сочи. Были найдены все точки взаимодействия, взаимоотношения со всеми подрядными организациями, которые привлекали всех людей, ну, скажем так, с других регионов, да, не только с регионов Российской Федерации, но и со стран ближнего зарубежья. Были вопросы и по молильным комнатам, которым мы также эти вопросы совместно с руководством национальных общин, совместно с представителями духовных управлений мусульман, совместно решали. И было достаточно, особенно в 2010-2011 годах, было достаточно сложно, потому что, ну, достаточно резкое количество людей, да, выросли вот абсолютно другого склада, абсолютно другого менталитета. И были и точки социальной напряженности, не межнациональной, не межконфессиональной, а именно с точки зрения социальной напряженности и конфликтной ситуации именно на бытовом уровне. Это было. Но мы благодаря вот совместной работе, совместной работе именно с общественностью, с национальными объединениями, эти вопросы решали. Мы не спали сутками, честно хочу сказать, но этот механизм мы отработали. Была необходимость соорганизации именно вот национальных объединений, которые функционируют и сейчас, но уже как, по большей части, культурная часть. Вот. И вносят определенные позитивные моменты в целом для нашего общества. И мы со многими общаемся, несмотря на то, что многие разъехались. А есть ли задачи, которые национальные объединения помогают решать властям города? Есть. Сочи — это геополитически важное и важное муниципальное образование не только в целом для Краснодарского края, но и в целом для страны. То есть где пристальное внимание многих иностранных граждан, это правозащитных центров, это также ваших коллег международных, СМИ, которые вот все время пытаются отслеживать в целом жизнедеятельность населения в целом. И самый хрупкий элемент, когда можно, скажем, на чем-то можно споткнуться, это именно нести раздор, именно межнациональное и межконфессиональное единство. И первым, кто принимает этот удар, это являются национальные общины. Но, естественно, мы, как рука об руку, которые идем вместе с ним на протяжении... Вот я уже, допустим, эту линию здесь, по городу Сочи, курирую с 2008 года. Вот мы с 2008 года рука об руку идем вместе с ними, принимаем эти вызовы, скажем так, общества, вызовы международных политических ситуаций, международных политических напряженностей. И это, в первую очередь, где мы совместно работаем, это наше спокойствие, мир, а все остальное, ну, это уже как приложение, скажем так. Потому что правильно говорит и Анатолий Николаевич, и все именно сочинцы, которые говорят, да мы не знаем, какой мы национальность, мы просто сочинцы. Здесь нет понятия чужой. Да, здесь нет понятия чужой, мы вообще даже... И вот именно вот это самое главное, это дальше нести и развивать. Поэтому, когда приходят и говорят, да у вас здесь вот может возникнуть такое, говорю, ничего подобного у нас такого быть не может. У нас, говорю, все друг друга знают, и в случае чего, то говорю, оперативно все сработают. Один за всех. Да, один за всех. Поэтому основная задача как органов местного населения, так и руководства и представителей национальных общин — это мир и согласие. Вот. Это самое главное. Безопасность — это и именно гармонично жить в мире и согласии в достаточно сложном регионе, как у нас. И всегда, я еще раз хочу повториться, где пристальное внимание со стороны всех, и каждый пытается развязать здесь моменты, ну такие негативные моменты, это вот в первую очередь выходит. Разумеется. Да. Департамент взаимодействует и с религиозными объединениями. Скажите, пожалуйста, сколько конфессий у нас представлено в Сочи? У нас представлено на территории города Сочи в целом свыше 100 религиозных организаций, которые представляют порядка 14 конфессий, направлений, да, конфессиональных направлений, религиозных направлений. Естественно, у нас представлены и, ну самое многочисленное — это православная, это русская православная церковь, но однако у нас уже так и представлены и армянская апостольская, и римская католическая, и старообрядческие, и иудеи, и две мусульманские организации у нас есть. Достаточно большой блок представлен именно протестантских организаций, неопятидесятники, харизматы, то есть такой симбиоз. Было изначально понятие, нужно рассматривать отдельно религиозные аспекты, отдельно национальный аспект. Ничего подобного. Религиозные и национальные аспекты нужно всегда рассматривать вместе, совместно, потому что на чём основной стержень каждого из людей, да, это всё-таки духовный стержень. Поэтому мы должны уважать веру каждого. Знаете, когда говорят, что такое взаимоуважение и гармония между народами, есть такое понятие, что когда христианин идёт, помогает мусульманину, а мусульманин помогает христианину, вот в этом и есть гармония. Так вот, у нас многие храмы, допустим, строятся людьми, и те, которые являются мусульманами этническими, помогают в том числе. В строительстве православных храмов. Да. А вот, допустим, у нас есть молильный дом в ауле Тхагап, Лазаревского района. Данный молильный дом был построен ещё в конце 19-го столетия, был потом в советские годы заброшен, и, значит, его отреставрировали, и помогли христиане в реставрации. Вот это и есть взаимоуважение. То, о чём мы говорили вначале, один за всех и все за одного, во всём проявляется, это здорово. И, в принципе, вопросов в этом плане никаких нет. У нас, в принципе, каждая религиозная организация имеет места для проведения религиозно-обрядного деятельности. У нас момент даже, когда возникали, он даже период масштабного олимпийского строительства, после уже, вот в прошлом году, для всех известные праздники, да, мусульман-Курбан-Байрам, Мураза-Байрам, мы предоставлялись вообще специальные площадки для проведения общего, единого, общегородского намаза, и считаем это правильно. Каждая религия, да, по-своему несёт в первую очередь мир, уважение к старшему, вообще уважение к людям, и самое главное — это любовь, любовь ко всему. Департамент у вас такой, многогрант, занимается разными вопросами. С точки зрения охраны правопорядка, какую работу в этом направлении ведёте? С точки зрения охраны правопорядка ведутся следующие работы. У нас есть добровольные народные дружины, которые оказывают содействие сотрудникам полиции, в первую очередь, проведение охранных мероприятий именно в местах массового польза, в местах массового нахождения людей. У нас есть также казачество, которое оказывает огромную поддержку. В период летнего сезона мы прекрасно понимаем, что Сочи достаточно привлекательный для туристов из разных регионов Российской Федерации. У нас отработана следующая схема, что касается национального вопроса. На протяжении уже пяти лет у нас действует так называемый список уполномоченных представителей от национальных общин для разрешения конфликтных ситуаций. Этот список уполномоченных представителей находится в каждом отделе территориальном УВД по городу Сочи. В случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций, подчеркну, на бытовой почве, у нас есть чёткое понимание, кто, когда и во сколько может приехать и разрешить данные сложившиеся моменты. То есть вне зависимости от времени суток, то есть все прекрасно знают, что лето — это пора горячая. Плюс ко всему прочему, также многие из национальных и от национальных общин также принимают участие в обеспечении охраны общественного порядка, также вступают в ряды ДНД, формируют это всё и оказываются действия. Плюс ко всему прочему, у нас огромная армия представителей территориальных органов самоуправления. Это наши любимые ТОСы, которые просто знают каждый квадратик, то, что у них происходит на микрорайоне, оперативно реагируют. Итут свою борьбу с преступностью. Да, да, да. Как говорят, просто это на самом деле люди уже достаточно такого пожилого возраста, но полны энергии, которые болеют за, я имею в виду, болеют за город в плане хорошего. Неравнодушные. К тому, что происходит в городе, оперативно вообще, очень оперативно, они реагируют на каждое в случае чего проявление. И вот очень хочется сказать им огромное спасибо на самом деле. Здесь люди, опять же, вне зависимости от национальности, от религиозной принадлежности, это просто вот наши сочинцы, которые вот ввиду сложной ситуации, да, мы понимаем, что борьба с международным терроризмом, тем более наша страна знает, что такое террор, да, и проявили настолько такую поддержку, оказали большую поддержку нашим правоохранительным органам в обследовании многоквартирных и частных жилых домов, садово-товарищеских хозяйств, в результате которых были найдены и люди, которые находились в федеральном розыске. То есть это большое человеческое спасибо, это вот самое, что ни на есть, проявление такой любви не только к городу, но и к стране в целом, потому что, я еще раз повторяюсь, у нас в Сочи всегда пристальное внимание. Эта работа непрерывная, она постоянно ведется, постоянная работа, ведется постоянный мониторинг, постоянный контроль, постоянное взаимодействие. Это на самом деле огромная работа каждого из нас. То есть здесь, опять же, показывается четкое взаимоотношение и отлаженность всех структур. Борьба с преступностью, как и воспитание взаимоуважения между народами – важнейшие социальные задачи на курорте. И чтобы Сочи, как и прежде, оставался островком стабильности в регионе, над этим в том числе работает отдельный департамент. Татьяна, спасибо вам огромное за беседу. На этом время нашей программы «Стекло». Будьте в курсе всех событий города, а для этого смотрите программу «В курсе». До свидания. Всего доброго.